Девушки отдыхают Ну, такая интересная формулировка темы нашего эфира во втором часе. Я только скажу, что к нам придут Юлия Янушайт, завлеттеатр на Спасской, драматург Евгения Тарасова, актриса. И Женя сейчас пишет также сценарий, пьесы. Гульнара Гарипова. Тоже драматург, наша коллега. Наша коллега и драматург. Ну, и я там чуть-чуть поучаствую, поскольку мы с Юлией Янушайтом как раз только что вернулись с мастер-класса, который давал театр ДОК в Москве. Расскажем, зачем мы вообще все это ездили и чего мы на четверых вот тут вот с девочками затеяли. Но все это для наших слушателей, на самом деле. Мы хотим, чтобы театр пришел на радио. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а в первом части у нас совершенно другая тема. Мы говорим о том, что СМИ анонсировали повышение транспортного налога и налога на имущество для торговых центров. Что касается... Ты, кстати, заплатила налоги? Нет, я пока не заплатила. Я помню, что нужно это сделать до 1 декабря. И в ближайшие выходные, я надеюсь, что в субботу налоговая работает. Я пойду. А квитанции тебе пришли уже? Нет, квитанции мне не пришли. В прошлом году они мне тоже не приходили. Почему не приходят? Я знаю, почему квитанции не приходят. При этом СМИ сообщают, что если квитанция вам не пришла, это ваши проблемы. Если вы вовремя не заплатили налог, это ваши проблемы. Надо заглянуть на сайт госуслуг, да, я так понимаю? Да, можно распечатать там, можно и заплатить там тоже. Но вообще история такая, что на уровне региона сейчас обсуждается вопрос, и многие склоняются к тому мнению, что этот вопрос будет решен в сторону принятия повышения налога на автомобили с мощностью более 150 лошадиных сил. Сразу назовем цифры. На машины, например, мощностью от 150 до 200 литров ставка налога может вырасти на 6 рублей. Лошадиных сил. Да, на одну лошадиную силу. Да, на одну лошадиную силу на 6 рублей. Если у вас объем, у вашей машины мощность от 200 до 250 лошадиных сил, то ставка налога вырастет на 15 рублей и дальше, и дальше, и дальше. Как это и на ком это скажется? Зачем все это делается? Прострадают ли автовладельцы? Пополнится ли действительно значительно наш бюджет? И вот очень интересно, вот эти деньги, которые благодаря этому налогу будут собираться, они вот куда будут направлены? Вот, к сожалению, я тебя, может быть, разочарую. Я тебе должна сказать, что вряд ли мы получим ответы на последние два вопроса сегодня. Жаль. Очень жаль. Потому что правительство пока готовится нам об этом рассказать. Приглашали мы их вчера принять участие в сегодняшнем эфире. Пока готовится. То есть пока еще и депутаты, законодательные собрания... То есть правительство не готово нам сказать, куда эти деньги придут? Нет, но в общих чертах готово. Но, видимо, готовится более конкретно рассказать, да, сколько это будет и какие выкладки. Мы будем знать, я надеюсь, что они придут к нам в ближайшие дни. Вот, сегодня мы больше с экспертами будем эту тему обсуждать, с экспертами-автомобилистами. Но частично у нас будут и депутаты Заксобрания, и депутаты Городской Думы. Ну, подожди секундочку, да. Вот сейчас мы буквально начнем подключать экспертов. А также мы, конечно, дадим телефон прямого эфира, 211-101, номер телефона прямого эфира. Задавайте свои вопросы. Не уверена, что мы с Аней ответим, но у экспертов сможем спросить. И если вы что-то об этом знаете, понимаете, разбираетесь, пожалуйста, высказывайте свое мнение, как на вас кажется повышение транспортного налога. Ну, а на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте ровно такой же вопрос, как я задавала вот сейчас Ане. Да-да-да. Заплатили ли вы налоги на имущество, квартиру, машину, дачу. Что это нужно сделать до 1 декабря. Да, я вот сейчас отмечаю, что собираюсь заплатить в ближайшее время, потому что не хочу попадать на пение. Но, кстати, 60% ответивших на сайте хакирова.ру сказали, что уже заплатили, а 40% собираются заплатить в ближайшее время. Ну, вот я сейчас посмотрю ВКонтакте, насколько я помню, 5 минут назад также был самый популярный ответ, уже заплатил. Вот. К сожалению, что-то компьютер меня подводит немножко. Хорошо. У нас на связи, насколько я понимаю, уже есть Валерий Саяк, председатель Союза грузоперевозчиков Кировской области. Валерий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, да. Валерий, я правильно понимаю, что грузоперевозчики – это люди, которые владеют такими большими машинами, фурами, да? Объем двигателей у таких машин каков? У таких машин до 600 лошадиных сил. А, то есть вас ожидает самое большое повышение транспортного налога? Видимо, к сожалению, да. Видимо, наш президент не имеет такой привычки сдерживать свои обещания. Мы должны сразу, Валерий Сергеевич, должны вас поправить. Все-таки тот повышение налога, который мы обсуждаем сегодня, это повышение налога на уровне региона, а не федерации. Это наши депутаты ЗАГСобрания и правительство наше обсуждают, собираются принять такой закон. Президент тут ни при чем. Ну, так он обещал, введя акцизы, отменить транспортный налог. Ну да, было такое дело. Потому что это обсуждается уже не первый год, да? Получается двойное, а в вашем случае даже тройное налогообложение, потому что вы еще в виде Платону платите. Абсолютно верно. Но хочу заметить, что сколько бы денег население страны не собирало в бюджет, это все бесполезно, потому что бесполезно складывать деньги в карман, который дырявый. Деньги просто уходят в никуда. Деньги ни кем не отслеживаются. Сколько угодно можно отбирать. Мы вот сейчас платим всех налогов, каждый день 80% от своего заработка платят. Это вы сейчас про всех россиян говорите или про перевозчиков конкретно? Нет, я говорю про всех россиян. Сколько мы сможем платить? Наверное, на 100% надо платить от своего заработка в бюджет. И мне кажется, это не предел, денег не будет хватать. Валерий, скажите, пожалуйста, повышение транспортного налога для вас, да? Насколько оно ощутимо, насколько существенно в сравнении, например, с системой Платон и прочими сборами? Ну, если систему сделали какую? Если раньше владельцы грузовых автомобилей платили транспортный налог в региональный бюджет, в Кировский, и эти деньги должны были идти на ремонт и строительство дорог, то сейчас эти деньги, мы имеем право сделать вычет налоговый, и эти деньги, они уходят в частную компанию RT-инвест, в компанию Рутенберга. То есть для вас нынешнее повышение, оно не актуально? Ну, в любом случае мы будем платить больше, потому что этот вычет не может быть выше транспортного налога. А если повысит транспортный налог, это опять же все ляжет на переплечи потребителя. Потому что мы это все вкладываем как перевозчики, вкладываем стоимость перевозки. Я смотрю сейчас сайт законноавто.ру, и я вижу, что, конечно же, в первую очередь, вот эти поправки будут касаться все-таки владельцев легковых автомобилей, а не грузоперевозчиков. Не вас, Валерий Сергеевич, потому что у вас там другая совсем ставка. Она поменьше, чем на легковушке, но поскольку больше лошадиных сил, то все равно там немаленькая такая. Вас общая тенденция пугает, да? У нас тенденция вообще в стране пугает, потому что мы видим, что наша экономика, она просто уничтожается. В частности, вот в Кировской области предприятия, с кем мы работали, они просто бегут. Потому что невозможно работать. Куда бегут? А другие регионы, там, где нет такого прессинга. Ну, то есть они целиком перемещают свой бизнес, что ли? Или просто перерегистрируются? Зачем? Нет. Производство здесь, а перемещают регистрацию, допустим, в Москву, налоги в Москву падают. А вас-то как это касается? Вы же их товары как возили, так и возите отсюда, из Кирова. Ну, меня касается, как жителя Кировской области. Как жителя Кировской области. Спасибо. Валерий Саяк, председатель Союза грузоперевозчиков в Кировской области, был с нами на связи. Ну, что-то Валерия Сергеевича какой-то грустный был голос, несмотря на то, что вот это не грузоперевозчиков, которые работают на больших машинах, касается вот это конкретное повышение. Явно новость не порадовала, да? 211-101, номер телефона прямого эфира. Если вы владелец легкового автомобиля, и вас касается повышение транспортного налога, которое планируется в Кировской области, пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Расскажите нам, считаете ли вы, что это необходимо? Считаете ли вы, что это не скажется на вашем бюджете, а нужно пополнять наш региональный бюджет? Или вы думаете, что здесь есть какие-то проблемы, может быть, самым понятно, зачем это все делается, куда пойдут там эти деньги, а может быть, это скажется очень серьезно на вашем кармане. Сейчас мы прервемся буквально на полминуты и продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь Тудиана Лапшина и Светлана Занько, и мы говорим об анонсированном СМИ повышении транспортного налога в регионе, в Кировской области. И как вот сейчас мы уже выяснили, касается это повышение или коснется это повышение владельцев легковых автомобилей, хотя вот грузоперевозчики в лице Валерия Саика, председателя Союза грузоперевозчиков Кировской области, по этому поводу не испытывают тоже никакой там радости, что их конкретно этот закон не коснется, потому что общая тенденция не нравится. 211-101 номер телефона прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы, что это существенным образом скажется на вашем бюджете? Или вы на стороне правительства и властного законодательного собрания, который сейчас рассматривает эту инициативу... Ну, пока еще не рассматривает. Будет рассматривать. Будет рассматривать. Да, не в кулуарах-то или там, не знаю, на своих комитетах рассматриваешь же, да. И правда, скинемся, да, как говорится, еще раз всем миром и пополним региональный бюджет. К убышечку. Да, у нас есть спикер Максим Белов, эксперт общественного совета при Министерстве транспорта Кировской области. Я думаю, что Максим, сейчас мы у него узнаем, как человек, который непосредственно с чиновниками правительственными общается, да, и, видимо, может быть, у них советы, как у советников спрашивали, скажет нам сейчас, зачем это все. По-моему, не спрашивали, но сейчас узнаем. Максим, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, да, это Анна Лапшина, Светлана Занько, дневной разворот Эхо Москвы. Максим, вчера с вами общались, скажите, пожалуйста, ну вот сама новость, скажем так, да, о том, что собираются повышать транспортный налог, она хорошая скорее или скорее плохая, как вы думаете? Ну, я выражу сугубо личное мнение. Не могу пока сказать, какого плана новость, ни отрицательного, ни положительного. Я считаю, что стоит пока насторожиться, потому что данная мера коснется, да, легкового транспорта, но спигмент этих автомобилей, на мой взгляд, небольшой. То есть именно вот стать... То есть у нас большинство граждан все-таки пользуются автомобилями, наверное, до 150 тысяч. Мощностью меньше, да, то есть даже до 100, то есть в целях экономии. Тут настораживает тенденция, возможно, это будет просто прощупывание почвы, то есть повысят один сегмент, на следующий год, если все, ну, не вызовет никаких возмущений, да, на следующий год возьмут и повысят все машины. Возможно, такая ситуация. То есть вы думаете, что это такая подготовка общественного мнения, да? Может быть, может быть. Не скажу точно, конечно. Максим, а скажите все-таки, с общественным советом при Министерстве транспорта Кировской области обсуждался этот вопрос? Ну, Министерство транспорта это орган исполнительной власти, законотворчества никакого отношения он не имеет. То есть Министерство будет вынуждено исполнять те законы и превращать в жизнь те законы, которые уже законодательная власть примет. Нет, общественный совет пока этим вопросом не занимался. Ну, вот смотрите, Максим, то есть машины мощностью свыше 150 лошадиных сил, это обычно хорошие, дорогие, большие машины, на которых ездят, ну, не бедные люди, мягко скажем, да? И вчера, когда я читала обсуждение там в комментариях, да, вот к этой новости, там написано было, ну, слушайте, ребят, там для этих людей заплатить лишние, там, я не знаю, 10 тысяч даже, да, в год. Ну, заплатят они, у них обслуживание машины выходит намного дороже. Может быть, действительно имеет смысл людей, которые на таких дорогих машинах ездят, ну, пусть побольше заплатят. Потрясти богатеньких? Ну, конечно. Ну, смотрите, тут налог, да, если вот посмотреть, как он рассчитывается, то есть есть два множителя, да, это некая постоянная величина, то есть это как раз ставка, да. Второй множитель — это количество лошадиных сил. То есть, если взять меня, допустим, я пользуюсь автомобилем до 100 лошадиных сил мощностью, и возьмем какого-нибудь другого автовладельца, у которого, там, допустим, 180 лошадиных сил, да, при первом равном множителе он и так заплатит больше, чем я, да. Плюс у него машина мощнее, объем двигателя больше, он больше бензина потребляет как таковой. И больше акциз заплатит. Который у нас и так заложен акциз. Он и так больше заплатит. Второй раз больше заплатит. Зачем третий, ну, непонятно. Ну, как зачем? Богатый, плати. Надо же делиться. Максим, это сарказм был. Я прошу прощения, вы замолчали. Спасибо. Максим Белов, эксперт общественного совета при Министерстве транспорта Кировской области, был с нами на связи. Ну, вот, видишь, второй человек говорит, что настораживает тенденция. И самое интересное, что эти и Валерий, и Максим, которые были с нами на связи, говорят, что вот это вот прощупывание, прощупывание почвы, да. Вот сейчас чуть-чуть вот здесь вот докрутим, здесь вот немножечко поднимем, там поднимем. Кстати говоря, 6% всего автомобилистов, да, вот коснется это повышение. Ну, это как почитали в правительстве, да. Тут 6%, там еще потом 10, и еще с миру по нитке, что называется, да, голым рубахом. Ну, сколько-то соберут. Да. А мы сейчас Азиза Агаева попробуем подключить. Я думаю, что Владимир нам, Сметанин, поможет его набрать сейчас. Вот, а пока мы ждем, ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Ну, вот смотри, все люди, которые у нас, скажем так, да, платят налоги, делают бизнес в Кировской области, но они же платят налоги. Они и так платят налоги, не только транспортные. Ну, не знаю, имеет ли смысл ощипывать этих людей дополнительно. Вот очень не хватает здесь позиции правительства и ОЗС, то есть, ну, что в итоге. Мне всегда интересно, что в итоге. Ну, подожди, подожди, они выскажутся. Вот эти денежки, которые, значит, получит наша область, они вот куда пойдут? Вот самое главное, зачем мы затягиваем еще пояса, да, вот куда вот это все? Ну, насколько я помню, говорили, что в том числе пойдут они и на ремонт дорог. Не знаю, может быть и нет, может быть и нет. Ну, язык не поворачивается сказать, что и так дороги хороши, конечно. А, хороши, да. Нет, не поворачивается. Да, 211-101 номер телефона прямого эфира. Практически не меняется ситуация на сайте eho.ru в нашем голосовании. Мы спрашиваем у вас, слушатели, заплатили ли вы налоги на имущество, квартиру, машину, дачу и там яхту, особняк, я не знаю, что еще у вас есть. 57% говорят, что уже заплатили. 42% собираются заплатить в ближайшее время. Повышается процент тех, кто собирается заплатить. Видимо, мы напомнили, что пора платить налоги. И люди проснулись и говорят, да, точно, надо идти и платить эти налоги. У нас есть на связи директор автотранспортного. Нет, 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 нет. У нас Юрий Львович Шлеминзон, насколько я понимаю, на связи. Юрий Львович Шлеминзон. Алло. Да, слушаю. Да, Юрий Львович, добрый день. Здрасте. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я 3 ноября 2017 года уже оплатил все налоги. Имущественные. Прекрасно. Да. Прекрасно. Юрий Львович у нас... Даже чуть раньше, чем другие руководители нашего города и области. А-а-а. Следите зорко. Юрий Львович у нас депутат Кировской городской думы и автовладелец. И у вас, Юрий Львович, насколько я понимаю, как раз машина мощностью выше 150 лошадиных сил. Да, незначительно выше. Раскроем тайну. Да, ну и как? Нет, не тайна. Я в декларацию указываю наличие марки автомобиля, которым владею. Хорошо. Новость вас порадовала? Ну, это следовало ожидать, когда с экономикой плохо. Надо же где-то собирать налоги для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность региона и населения. Поэтому это чувствовалось, что рост, конечно, в 25% он большой, будем говорить. Меня только единственное, что смутила цифра, которая указывала в средствах массовой информации, что таких автомобилей у нас всего 6%. Я думаю, что эта цифра оставляется мне побольше. Поэтому и налогов по этой статье должно поступить больше. Меня больше исполнил, если мы говорим о том, что у нас реально, если по моему автомобилю смотреть, это вызовет полторы, чуть больше тысячи рост, то вот то, что я вчера увидел на общественном совете района КМДК, когда люди за свои трущобы, будем говорить, платят за отопление в нынешнем месяце от 4 до 7 тысяч рублей, вот это вот страшно. Это ежемесячно придется, ну, сейчас мы будем 8 месяцев платить вместо 12, да. Вот это намного страшнее, чем то, что ощутят наши автолюбители. Но за отопление это не совсем государственный карман уходит, и не в бюджет Кировской области, да? Конечно, но они, наверное, иногда будут налоги платить у нас, что мало происходит в действительности. Они платят налоги как-то в других регионах, и средства обычно уходят в другие. Вот эти вопросы к энергетикам у меня, конечно, намного больше волнуют и моих избирателей, чем этот рост, хотя и значительный в 25% по транспортному налогу. Юрий Львович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, автомобилисты, которые платят налог в Кировской области, автомобилисты-владельцы недешевых машин, скажем так, после повышения этого налога, насколько велика вероятность, что они машины свои перерегистрируют? Ну, давайте мы вспомним наш старый анекдот времен развитого социализма, который касался цены на водку. Я думаю, это все самое будет касаться и автомобили. Давайте анекдот, Юрий Львович. Напомните нам. Мы ждем. Ну, это, будем лепить там цена. А, ну да. 62, 4, 12, ну и далее. Ну да, да, да. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу, по-моему, как-то так там было, да? Да, такое окончание было, да. Ну, это следовало ожидать. Я думаю, что и тот налог, который коснется офисов, торговых центров, он тоже будет такой ощутимый. Хотя до максимума там еще не дошли, там, 2,1%. Насколько я помню, будучи депутатом, еще в областной думе устанавливали. Вот предел был 1%, но сейчас будет 1,5%. Я напомню, да, Юрий Львович, прошу прощения, напомнить надо слушателям, просто мы об этом пока не говорили, да, о том, что помимо транспортного налога для мощных машин собираются поднять налог на имущество, насколько я понимаю, да, где торговых, административно-деловых, офисных центров... Площадью более 2000 квадратных метров. Сейчас они платят, по-моему, 1% или 0,7%? 1, да, будут 1,5%. А будут платить 1,5%. А максимум, допустим, и 2,1%. Да, мы несколько лет назад, когда обсуждали эту тему в нашем эфире, тогда тут бои такие были жаркие, и вообще пришли практически все эксперты к выводу, что так или иначе это повышение налога будет переложено на покупателей магазинов, там, да, вот в этих торговых центрах. Иначе у нас не происходит. В конечном итоге это повышение коснется всех кировчан. Ну, да. Хорошо, Юрий Львович, спасибо большое. Не очень-то радостно, но... Не радостно, но вы, я так понимаю, что заплатить готовы. Ну, это надо или на велосипед пересаживаться, или... Можно на автомобиль, хороший вопрос. Что в итоге-то? Я вот понимаю, когда повышают налоги на автомобили любые, сколько угодно, с разных сторон, например, там, да, и ориентируются на то, что будет развиваться общественный транспорт, это одна позиция, да? Давайте мы прижмем автомобилистов. Ну, я думаю, что он будет развиваться. Например, в городской думе по общественному транспорту уже сейчас сложена специальная рабочая комиссия, которая будет пытаться наводить порядок в этом вопросе. Я думаю, что развитие общественного транспорта – это очень нужная и важная проблема, которую надо решать. Ну, и вообще, проблема движения транспорта в городе Кирове – это очень острый вопрос, который надо очень серьезно, основательно, на научной основе решать. Но эти две темы взаимосвязаны. Повысят налоги автомобилисты, станут пересаживаться на общественный транспорт? Владелец «Лексусов» на общественный транспорт? Нет, конечно. Давайте вернемся к тому же самому анекдоту. Все станет ясно. Спасибо, Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, был с нами на связи. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы тоже сможете, слушатели, высказаться на эту тему, но уже после короткого перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы говорим о возможном повышении налогов в Кировской области. И начали мы с транспортного налога, который коснется автомобилей, легковых автомобилей, мощных, у тех, у которых мощность больше 150 лошадиных сил. Планируется повышать ставку, собирать чуть побольше налогов. И выяснили мы уже в первой части программы, что большегрузов не касается это конкретное повышение. Хотя грузоперевозчики все равно не рады этой тенденции. Потому что, судя по тому, что сказали эксперты, это прощупывание почвы. Вот только здесь повысят, потом еще на других перекинутся. Это предположение. Это предположение. Но зато у нас сейчас есть на связи человек, который может развеять эти предположения или, наоборот, подтвердить. Это Федор Сураев, директор автотранспортного предприятия Кировского молочного комбината и депутат законодательного собрания Кировской области. С двух сторон нам сможет, наверное, Федор Васильевич это пояснить. И как представитель предприятия, где есть большегрузы, на самом деле. И как депутат, который сейчас будет принимать или не принимать этот закон. Федор Васильевич? Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста. То есть, вот смотрите, в процессе эфира мы выяснили, что перевозчиков, которые форами перевозят товары, это повышение не коснется. Коснется ли оно маленьких грузовиков, газелей и прочих? Или вы тоже платите, там, из расчета, по-моему, 85 рублей за лошадиную силу? Ну, что касается маленьких грузовичков, наверное, не коснется, потому что мощность двигателя все-таки у них меньше 100 рублей лошадиных сил. Это, скорее всего, коснется среднетоннажных автомобилей. Но я не думаю, что это сильно повлияет на увеличение стоимости перевозок. Потому что, допустим, в структуре АТП у нас, наших затрат, транспортный налог занимает менее 1%. Там 0,54%. И небольшое увеличение не скажется, не сильно скажется на наших затратах и не приведет к увеличению стоимости наших услуг. Ваших услуг и вашего товара для потребителей? Ну да, и, соответственно, товары для потребителей. То есть вы, как, собственно говоря, представитель бизнеса в этой части сейчас спокойны. Все нормально, вас особо это не беспокоит. Давайте расскажите вы нам тогда, как депутат законодательного собрания, на что направлена эта конкретная инициатива. Ну, я думаю, что это все-таки направлено на повышение уровня доходов дорожного фонда. То есть для того, чтобы увеличить расходы на ремонт дорог. А почему, вот очень странно, почему именно сейчас возникла такая инициатива, в то время, когда на нас пролился просто федеральный дождь из денег, которые идут на ремонт дорог? Ну, не знаю. Не я был инициатором. Я думаю, мы зря депутата пытаем, потому что правительство отвечает больше. Мы депутаты-то не зря. Подождите, депутатам принимать этот закон. Смысл в этом пополнение фонда дорожного строительства. Понятно. Почему именно вот эти деньги сейчас нужны? Вот этого кусочка сейчас не хватает? Это как-то обсуждается? Нет, это не обсуждалось. Общественной палате это тоже не обсуждалось. Я не знаю, в связи с чем это вызвано именно сейчас, от кого исходила инициатива, я не знаю. Ну, а в целом, Федор Васильевич, вы считаете, что народ спокойно воспримет эту информацию, налоги будут платиться, и, в общем, никакой суеты и возмущения по этому поводу не будет? Потому что, ну, все-таки это такие, это же владельцы, как мы выяснили, этих джипов, да, Аня? Ну, дорогих машин. Дорогих. Не только джипов. Дорогих машин. Ну, я думаю, что любое увеличение налогов вызывает недовольство, но я не думаю, что это приведет к каким-то массовым протестам или еще каким-то движениям. Я думаю, что люди все-таки у нас законопослушные налоги будут платить, поэтому просто вот цель, которая ставится перед этим законопроектом, она будет достигнута. Ну, хотя, на мой взгляд, цель эта сомнительная. На мой взгляд, вообще, транспортный налог, он изжил себя, и пора бы его отменить или, как минимум, заменить. Чем? Вот. Ну, я бы предложил, допустим, экологический сбор. То есть выплату, основанную на экологическом классе автомобиля, его максимально разрешенной массе и объеме двигателя, допустим. Потому что расчет транспортного налога из лошадиных сил, ну, это, я считаю, устаревшая такая плата такая устаревшая, вот, и пора бы ее заменить. Потому что вопрос по экологии стоит очень острым на нашей планете. И пора бы уже об этом задуматься. Потому что возраст коммерческого транспорта в России приближается к 20 годам. Возраст легкового транспорта в России 12,5 лет. Вот. И вот этот экологический сбор, он бы подтолкнул наших автовладельцев с заменем старших автомобилей на более новые, более экологичные. То есть, с одной стороны, это помогло бы продавцам автотранспорта, да? Это как-то бы сигнуло бы продажи. С другой стороны, положительно сказалось бы на экологию. Так а почему, собственно говоря, не приступает к этой процедуре? Она что, какая-то дорогостоящая? Я не понимаю, почему нельзя в эту сторону подумать? Пока не до того, наверное, просто. Я не знаю. Это, в принципе, прерогатива наших федеральных властей. То есть, мы можем только в нашей части повлиять на ставки вот этих вот как раз размеров транспортного налога. А его отмена и введение новых налогов – это уже прерогатива федеральных властей. Почему они в этом направлении не работают и не хотят? Ну, я не знаю, к сожалению. У них, наверное, другие задачи пока. Хорошо, мы Федора Васильевича благодарим. Федор Васильевич Сураев, директор автотранспортного предприятия Кировского молочного комбината и депутат законодательного собрания Кировской области был с нами на связи. Спасибо ему большое. Вот, я по следам нашего гостя и по следам его комментариев должна тебе сказать следующее. Я тут задумалась вообще, когда он говорил про экологический сбор и возраст транспорта, и то, что это подстегнет владельцев поддержанных иномарок покупать новые машины. А проблема-то ведь следующая. Владельцы поддержанных иномарок обычно через какое-то время продают свои иномарки, правда? И покупают что-то поновее. А если у нас будет введен экологический сбор, они же свои старые-то иномарки не продадут. Кто же их купит-то? Понимаешь? Никто же не будет покупать машину, за которую надо будет платить огромные деньги в качестве экологического сбора. Это значит что? Это значит, что им денег на новую машину не хватит. Сколько, сказал Федор Васильевич, средний возраст? 12 лет. 12, по-моему, с половиной даже, да. 12, с половиной лет. Но я, насколько понимаю, что машины 12, с половиной лет от роду, они уже соответствуют принятому в России экологическому индексу, или не знаю, как он называется, классу, и прочее. Потому что они уже выпускались по европейским стандартам и соответствуют. А вот все, которые старше... Это надо проконсультироваться у нашего автомобильного эксперта Владимира Сметанину. Володя Сметанину. Потому что он нам говорил как раз перед эфиром. Потому что все, которые старше... А у нас, давай честно признаемся, у нас с тобой ситуация вот ровно такая. Моя машина на грани, там, да, 12-летие как раз, да? Твоя машина на грани 12-летие? Нет, да не может быть такого. А, нет, да. Моя помоложе, хорошо. Окей, она помоложе, а твоя на грани, да. И вот ты, да, и вот ты как автовладелец такого транспорта и думаешь. Собственно говоря, ну вот я купила себе машину, как бы не рассчитывая к каким-то большим затратам. Тебе это не нужно. Тебе не нужен гигантский там какой-то большой автомобиль на больших колесах. Чисто утилитарное потребление, да? На дачу, домой, работу, еще куда-то, да. Как для большинства из нас. Как для большинства из нас. И, конечно, покупать машины там за 600-700 миллион, там, вот это вот все не про нас, ведь не про нас. Поэтому совершенно... И все на металлолом, что ли, вот это вот все. Ну, видимо, да, утилизироваться. За 30 тысяч рублей? Ну, наверное, да. У нас слушатель на связи, насколько я понимаю, да? Или Азиз Агаев? Я не знаю, сейчас проведем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Владимир. Да, Владимир. Вот. Я представитель того богатого класса, который имеет автомобиль выше 150 лошадей. Откройте секрет. Лексус у вас, Тойота. На чем вы ездите? Да, Сузуки Гранд Твитара такая старенькая, что самому стыдно. Но езжу. И там больше 150 лошадиных сил. У меня первая мысль пришла, которая, вот, перерегистрировать свой автомобиль на пенсионера, который, ветеран труда, который налоги платить там будет, наверное, меньше. Единственное, что, ну, там, проблем-то не будет. Я думаю, что просто перерегистрировать и перерегистрировать еще сельскую местность. Так как мы живем там в сельской местности и ездим в соседнюю деревню там за хлебом, за продуктами, потому что у нас и нету возможности. Ну, нету магазина, да. Вот. И бывают снегопады у нас, поэтому мы держим такую машинку, в которой можно выехать. Снегопад, нечищенная дорога. По сугробам. Да, по сугробам. И вот задумался о том, чтобы перерегистрировать, дабы платить меньше налогов. Поэтому, я думаю, я не один такой буду. Из тех 6%, которые вот, что прозвучала цифра, да, я думаю, половина об этом задумается. Потому что у многих не «Лексусы» новые и не «Юрты» новые, а вот такие подержанные машинки, которые нужны. Ну, необходимость такая вот. Подержанные, но мощные. Ну, мощные, да. Как бы, вот. Поэтому люди задумаются об этом. И я думаю, что будет обратный результат. То есть до конца будет обратный результат с этими налогами. Не факт еще, что больше соберут, могут меньше собрать. Да. Вы про это, да? Да, вот об этом речь. Так что вот как-то так вот. Это хорошее замечание такое, да, вот прям. Спасибо, Владимир, за ваш звонок. Точнее. Ну, вот смотри, да, то есть есть какие-то ходы-выходы, чтобы избежать, да, попадания в этот пул? Возможно. Ну, понимаешь, конечно, рассчитано на то, что люди, у которых не вот подержанные, там, допустим, иномарки, да, как у Владимира, как вот он нам рассказывал, да, ну, старенькое уже он сказал. Люди, у которых дорогие, хорошие машины, для них действительно там, ну, тысячи, ну, полторы, ну, ну, две, там, и сколько тысяч рублей, да. Для них это, ну, не деньги, вот правда. А что он сказал, Юрий Львович Лемензон, деньги для него или не деньги? Он сказал, что заплатит. Он сказал, что заплатит, потому что там чуть больше, чем тысяча повышения, да. Ну, конечно, он заплатит, то есть это меньше, чем потребуется от тебя, там, усилий бегать, перерегистрировать и прочее, прочее, прочее. За это же тоже, мне кажется, деньги берут, правда же? Нам теперь только осталось выяснить, на какой, собственно, объем денег рассчитывает правительство, да. Это же в следующем году уже произойдет или позже? Это должно быть повышено с 1 января 2018 года, но платить мы их будем, я так понимаю, в конце. В конце, да, то есть на 2019 год мы можем рассчитывать на приход этих денег, в каких объемах, куда конкретно будет направлено, ну, и еще, наверное, надо будет поговорить о задачах, которые стоят перед Министерством Минстроя, да, и перед дорожниками, что именно будут делать. Мы постепенно так вот просвещаемся. Надо понять, куда пойдут эти деньги. В этом смысле, да, и слава богу, министр транспорта к нам ходит, рассказывает, и вот сейчас, когда сформируется позиция, обязательно, обязательно сделаем эфир и расскажем, куда наши денежки пойдут. А сейчас мы завершаем первый час, мы завершаем говорить о налогах, во втором часе к нам придут театральные деятели. И мы будем говорить о театре. Да, о театре у микрофона.